Не успели за скидками осенью? Экономьте до Нового года! Ваша реклама со скидкой до 50% на телевидении, радио и в газете. Охота за скидками продолжается. Успейте попасть! 220-250-222-300 Добрый вечер! В эфире итоговая программа «Факт» с полной информационной картиной выходящего дня страны «Октюбе». В студии работает Ирина Ребикова. КАСТАК сообщает, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в курсе событий с шахтерами в Карагандинской области, сообщила депутат Сената парламента Республики Казахстан Дорига Назарбаева. Глава государства в курсе всего, что происходит в стране, и особенно, я уверена, он внимательно следит за событиями в Карагандинской области. Эта область для него не чужая, ее проблемы ему так же дороги, как и всем нам. Мне очень жаль, что администрация Арселор Метал Тимиртау довела до такой конфликтной ситуации. Этот вопрос сказал Назарбаева сегодня в кулуарах Сената. При этом она отметила, что вопрос по зарплатам шахтеров не является для страны чем-то новым, но в то же время с этих шах кормится очень большое количество семей. Касательно требований шахтеров об увеличении их зарплат на 100%, Назарбаева пояснила, что при решении данного требования необходимо будет учитывать экономическую ситуацию на предприятии. В суде города Тимиртау объяснили, почему отклонили иск Арселор Метал Тимиртау к бастующим шахтерам, передает Кастак. Компания Арселор Метал Тимиртау просила суд Тимиртау признать забастовку на всех предприятиях угольного департамента незаконной. Поэтому иск должен быть предъявлен не конкретным шахтерам, а к органу, возглавляющему забастовку, который наделяется полномочиями работников. В случае, если такой орган не сформирован, то указанные требования могут быть предъявлены непосредственно трудовому коллективу, участвующему в забастовке на конкретном трудовом месте, сообщила заведующая канцелярией Тимиртауского городского суда Александра Гринькова. Кастак сообщает, депутаты Сената парламента Республики Казахстан сегодня приняли закон о внесении изменений и дополнений в некоторых конституционный закон Республики Казахстан. Законопроект предусматривает поправки в шести конституционных законов. В частности, в конституционный закон о Конституционном Совете Республики Казахстан вносится поправка, уточняющая, что порядок принесения присяги председателям и членам КС будет отправляться президентом. В конституционный закон о первом президенте Республики Казахстан Ельбасы вносится поправка, уточняющая статус первого президента. Корабль «Союз МС-05» с международным экипажем совершил успешную посадку в Казахстанской степи, сообщил Кастак, председатель поискового спасательного отряда. Капсула спускаемого аппарата российского космического корабля «Союз МС-05» в 14.38 по времени Астаны успешно приземлилась в западном районе юго-восточнее города Жесказгана, сообщил председатель отряда. Спуск прошел по штатной баллистической траектории, посадка была мягкой, уточнил собеседник. Космонавт Сергей Рязанский и астронавт Рендель Брезник и Паула Несполи после медицинского осмотра вертолетом доставлены в Астану. Оттуда самолетом отправились в Москву и на родину. Интернациональный экипаж с позывным «Борей» проработал на орбитальной станции более четырех месяцев и выполнил более 50 экспериментов и исследований. Все машины скорой помощи в Казахстане перекрасят в лимонный цвет, сообщает Яларда Инфо. С 2018 года все машины скорой медицинской помощи страны будут унифицированы по единому республиканскому стандарту. Весь транспорт службы скорой медицинской помощи будет окрашен в лимонный цвет со светоотражающими элементами лилового цвета, говорится в сообщении. Как отмечается, новый формат цветового обозначения машин скорой помощи отражен в действующем госте, утвержденном государственными членами таможенного союза. В частности, анализ международного опыта работы службы скорой помощи показал, что транспорт экстренных служб яркого цвета наиболее заметен в потоке машин. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а сразу после нее не менее интересные новости. Не переключайтесь. А сейчас к городским новостям. С 1 января в Актюбе подорожает электроэнергия. Причем представители ТО «Актюбе Энергоснаб» заявили, что планируют поднять тариф на 29%. Возможно, теперь 1 кВт-час будет стоить 17 тенге и 17 тин. Своё недовольство против роста тарифов сегодня на общественных слушаниях уже выразили народные избранники. Похоже, что в Новый год актюбинцы вступят с новыми ценами. По крайней мере, сегодня о своем намерении поднять стоимость электроэнергии заявили представители ТО «Актюбе Энергоснаб». Повышение связано с ростом тарифов на Жаножольской ГТС и ТО «Актюбинский рельсобалочный завод». Основная причина – это повышение отпускной цены тоже на Жаножольской ГТС на 32%. Не заключение договора поставки электроэнергии АО «Актюбе ТЭЦ» с энергоснабжающей организацией, поскольку, вы сами знаете, у «Актюбе ТЭЦ» электроэнергия дешевле, чем остальных поставщиков. Планируют поднять тариф на 29%. Возможно, теперь 1 кВт-час будет стоить 17 тенге 17 иен. В данный момент средний тариф составляет 13 тенге 32 иен. Договориться и отложить повышение стоимости тарифа сегодня пытались народные избранники. Один только тронешь всю эту цепь экономики, все полетит. У нас инфляция просто прыгать будет, зашкаливать. Соответственно, пойдет рост цен на все товары, услуги и так далее. Мы сейчас вот это... Когда же будет стабильность? Мы одного только хотим. Актюбинская область обеспечивает себя собственной электроэнергией на 80%. Недостающий объем область закупает в северном Казахстане. Он стоит дороже местной из-за расходов на транспортировку. К тому же в этом году Актюбейнергоснаб ушел в убыток из-за дифференцированных тарифов на сумму более чем 190 миллионов тенге. Этот вопрос вообще хотят снять после того, как и предприятия, и население будут платить за свет по одной цене. О принятом окончательном решении населению будет сообщено не позднее 26 декабря, заверили антимонопольщики. Лиза Цакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Ключи от новых коттеджей 20 новоселам вручил сегодня Аким Актюбинской области Вердебек Сапарбаев. Эти дома были построены в нынешнем году по госпрограмме «Нурлыжер». Всего же по программе жилищного строительства в Актюбе до конца года планируется достроить 194 дома. Несколько лет копили на жилье. Все эти годы жили на съемной квартире. Очень рады, что получили этот уютный дом. Комнаты светлые и просторные. Так отзывается о новом жилье отец нового хозяина коттеджа Кайргали Карагазин. Жить в четырех комнатах новостройки планируют всем семейством, пока сын не женится. А дальше будет видно. Сегодня у меня радость событий. Вот я получаю такие хорошие дома. Ну, мы, конечно, с ними подумали. Вот у меня сын получает. Ну, мне нравится на самом деле. Будем жить в этом доме. Благодаря нашему Акимову Бердбеку большое спасибо. И президенту. Ну, что я могу сказать. У меня сегодня такие события. Вот радостный день. Проект индивидуального жилищного строительства по программе Нурлы Жер впервые в республике реализуется в Актобе. 65% используемых для строительства этих домов материалов являются продукцией местных производителей. Как рассказал в ходе торжественного вручения ключей от жилья новоселам Акимобласти Бердбек Сапарбаев, у нас есть возможность за 3-4 года построить современный городок, не имеющий в Казахстане аналогов. Причем жилье будет доступным. Цена квадратного метра строящегося жилья не превысит 120 тысяч деньген. В строительстве используются блоки, газоблоки, кирпич, главный оператор, домостроительный комбинат. Новое строительство позволит полностью обеспечить работой строительные организации, а также ДСК. В своем послании третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентноспособность. Глава государства Нурсултан Назарбаев определил новый вектор развития нашей страны. При этом особое внимание уделяется улучшению благосостояния населения. В связи с этим в Республике Казахстан реализуется жилищная программа Нурлыжер. Самое главное – есть поддержка со стороны Нурсултана Абишевича Назарбаева, правительства в реализации данного масштабного проекта. В ближайшие пять лет здесь будет построен город, где будет проживать не менее 100 тысяч человек. Для этого у нас есть все возможности. Глава региона также отметил, что принимаются меры по обеспечению микрорайона социальными объектами. Так здесь будут построены средняя школа на 900 мест, детский сад, поликлиника, ЦОН, разбит парк отдыха. Вообще замечательная программа, такая Нурлыжер. Мы очень рады, что включились в эту программу и по государственной программе получаем такой коттедж. Мы, ну как долго ждали, можно сказать, нежданно-негаданно, потому что вынашивали эту идею давно. Но вот так получилось. Спасибо большое нашему правительству, нашему городу. Площадь жилья варьируется от 114 до 150 квадратных метров. В период 2017-2018 годов в Нурвак-Тубе будут построены 2500 квартир. 1200 из них будет введено в эксплуатацию уже до конца текущего года. В целом в текущем году планируется ввести не менее 700 тысяч квадратных метров жилья. Как известно, Акимат Актюбинской области успешно сотрудничает с АО «Жилстройсбербанк» Казахстана по реализации кредитного жилья через систему «Жилстройсбережений». Все новоселы, получившие сегодня ключи, являются вкладчиками ЖСБК. В их числе работники социальной сферы и бюджетных организаций. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». Отныне для того, чтобы лечить глазные болезни, актюбинцам не придется выезжать в Россию или города Алматы и Астана. В Актюбе открылась автомологическая клиника «Даружа РГ». Проект реализован в рамках программы государственно-частного партнерства. Новая и первая в Западном Казахстане автомологическая клиника площадью 1600 квадратных метров рассчитана на 500 посещений в смену и имеет при себе стационар на 60 коек. В данной клинике будет размещен государственный заказ, благодаря которому наши пациенты абсолютно бесплатно могут получить высокоспользованную медицинскую помощь взрослым и детям. Один из главных вопросов, это, естественно, многие задают по поводу кадров. Кадры наши обучены в Европе по условиям договора поставщиков. На сегодняшний день полностью весь спектр оборудования уже поставлен в клинику и успешно будет работать на благо здоровья наших горожан. Клиника, получившая название «Даружарга», оборудована по последнему слову техники. Здесь будут применяться лазерные технологии и новейшие методы компьютерного и аппаратного лечения глазных болезней. «К сожалению, не только в Актюбе, но и во всем Западном Казахстане до последнего дня не было подобной клиники по лечению патологии глаз. По нашим данным, ежегодно более 2000 октябинцев ездят лечить и оперировать глаза в Россию. Отныне такая нужда отпала. Буквально за один год и два месяца построен уникальный проект социальной значимости, где можно будет получить эффективное лечение». Региональному кардиологическому центру имени Марата Аспанова исполнилось 10 лет. 11 декабря 2007 года в единственном в Западном регионе кардиоцентре была проведена первая операция на сердце. С тех пор эта цифра исчисляется тысячами. Достигнуты значительные результаты в диагностике и лечении пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями, а специалисты центра дают мастер-классы по проведению сложнейших операций. Более 2000 операций на открытом сердце, 10 тысяч операций по стентированию сосудов сердца, тысячи спасенных жизней. Таковы итоги 10 лет работы единственного в Западном регионе страны кардиоцентра Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Аспанова, который открылся 11 декабря 2007 года. Сейчас наш кардиохирургический центр выполняет огромную работу по всему региону Западного Казахстана. Здесь выполняются все операции, включая открытие операции на сердце, менее инвазивные, менее легкие операции, которые называются интервенционной кардиологией. И все это выполняется силами, средствами наших собственных специалистов. Здесь на базе кардиоцентра функционирует кардиологическое кардиореанимационное отделение и отделение рентгенохирургии и кардиохирургии. Каждый день кардиохирурги сталкиваются с множеством случаев, требующих хирургической коррекции, применяют новые медицинские технологии и в рабочем режиме выполняют сложнейшие операции. Легких случаев во всем, что касается последнего, не бывает. Наша гордость – это симультанные операции, которые мы проводим одномоментно на одном наркозе пациентам при мультифокальном атеросклерозе. То есть при заболевании, когда поражаются несколько сосудистых бассейнов, не только артерии сердца, но и артерии, к примеру, питающие головной мозг, артерии, питающие нижние конечности. При этом проводятся две операции на одном человеке с двумя бригадами – это бригады сосудистых хирургов и кардиохирургов. В отделении рентгенохирургии оказывается экстренная интервенционная помощь кардиологическим больным. Наше отделение интервенционной кардиологии занимается лечением пациентов с неотложной патологией. То есть все неотложные состояния, жизнеугружающие состояния пациентов, такие как инфаркт миокарда, нестабильность инакардии, лечатся здесь. Потому что самое важное – это время для этих пациентов. Если закрывается сосуд, который питает сердце, то время уже идет на минуты. Потому что надо как можно быстрее восстановить кровоток в пострадавшей артерии, и тем самым мы сохраним жизнеспособность сердца. За 10 лет региональный кардиоцентр Западно-Казахстанского государственного медуниверситета достиг таких высот, что оказывает весь спектр современных методов диагностики и лечения сердца наравне с ведущими кардиологическими клиниками. К тому же здесь осуществляется подготовка и переподготовка специалистов по кардиологии и кардиохирургии для всего Западного Казахстана. Сегодня наши специалисты уже обучают более молодых специалистов. Кардиоцентр оснащен полностью всей необходимой аппаратурой. Используются современные методы диагностики и лечения, современные лекарственные препараты. Асель Кинжалин, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». На этом на сегодня все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин